всем добрый вечер приветствую вас коллеги дорогие продолжаем с вами работать в теме переноса и контр переноса сегодня будем проходить методики работы с переносом и так значит в каком случае так значит стратегии работы с переносом спасибо за ваши комплименты очень приятно так значит смотрите стратегии работы с переносом до перенос мы вспоминаем это неосознанный проекции переносы вашего клиента какие-то переживания из прошлого те которые он не осознает он пытается разрядиться но не получает этой разрядки вот в чем загвоздка то вся что наша задача довести клиента до инсайта что это чувство которые связаны непосредственно с его каким-то прошлым опытом и дело в том что если не работать в контр переносе да то есть переносе то клиент не получит удовлетворения не получит инсайта не получит осознавая осознание того что с ним вообще происходит то есть наша же задача как психотерапевтов психологов ввести своего клиента к осознанности до к распознаванию действительности реальности такой какая она есть потому что наши системы которые в нас заложил социум до включая туда первых наших первое наше окружение это родители да те кто принимали участие в нашем воспитании наша задача распознавать чей это опыт мой личный у меня вообще есть выбор или все-таки это опыт моих родителей и я в этой системе плыву как рыба которую куда течение унесет туда и я плыву или я как птица которая парит куда ветер туда и я и птица не может как будто бы сопротивляться знаете вот но если я самолет и я управляю включая определенные системы то тогда у меня есть выбор в какую сторону мне лететь и где мне приземляться я выбираю а так меня куда унесло туда меня и унесло с этими переносами и с этой неосознанностью вот поэтому стратегии работы очень разные и мы сегодня рассмотрим именно переноса не работа в контр переносе а именно сейчас мы будем рассматривать с вами перенос значит первая стратегия это непосредственно демонстрирование этого переноса то есть предъявлению преди прям предъявление клиенту факта переноса далее есть такое такая стратегия как молчание и выжидание то есть мы наращиваем чувство клиента связанные с его переносом то есть мы пока мы никак не реагируем на это то есть мы увеличиваем вот эту кульминацию чтобы ожидая так скажем чтобы клиент возможно вышел сам на какое-то осознание но потом если он не выходит это мы применяем из этой кульминации определенные другие методики это будем смотреть есть конфронтация прям прямой иногда конфликтное предъявление факта переноса то есть если вы будете работать в как провокационный психолог то конфронтация и и вот именно провокации иногда способствуют хорошим инсайтом вашего клиента иногда следует и применить конфронтацию использование очевидности то есть демонстра именно демонстрация фактов подтверждающих перенос то есть ну через вопросы я эти вопросы вам выписала и поставила в шапку профиля там где все файлы у вас хранятся там будет папка перенос и контр перенос я там вам поставила несколько статей практику непосредственно вопросы которые вы можете задавать сами себе для того чтобы обнаружить контр перенос у себя или перенос дальше идентификация с терапевтом посмотреть на перенос со стороны терапевта или третьего лица мы тоже это посмотрим прояснение переноса поиски бессознательных причин переноса тоже такая есть стратегия интерпретация и проработка переноса осознание мясо неосознаваемого переноса помощь клиенту в понимании того почему происходит этот перенос то есть она все примерно где-то вот близко то есть там есть некие тонкие моменты но в принципе это все про одно и то же то есть про некий inside чтобы клиент осознал откуда у него эти претензии а претензии это всегда лакмусовая бумажка это прям четко надо смотреть что за перенос что за перенос любая претензия это всегда перенос где бы он ни был в работе с психологом в работе с коллегами в вашей семье тогда любая претензия это мы можем сразу отсылать себя в прошлое и смотреть но мы сегодня сделаем упражнение посмотрите как это работает а если клиент отвечая на ваш вопрос у него происходит inside дело в том что одного inside а недостаточно мы с вами уже смотрели на прошлых занятиях я вам давала информацию о том что недостаточно одного inside а для того чтобы ваш клиент вылечился и больше например не предъявлял вот этого вот этой претензии вот этих эмоций которые он пытается завершить какую-то потребность свою которую ему не дал родитель он не напитается за одну сессию этим то есть эти переносы будут бесконечно они могут быть и с вами они могут быть у вашего клиента с кем-то из близких и он будет приходить и рассказывать светлана вы знаете мне такая ситуация произошла вот я у меня муж там то 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 сделал а я вот вообще я не понимаю просто но почему он вот так вот со мной но вот почему нельзя это вот почему нельзя то тоже перенос это она отправляется опять к своим потребностям в детство который ей не завершили родители но для того чтобы в жизни грубо говоря быть эффективными и не предъявлять никому претензии мы тоже рассмотрим некоторые стратегии я дам вам упражнение очень интересное где я справляюсь с этим и вы будете точно так же справляться учиться самостоятельно и будете точно так же давать этот опыт своим клиентам или своим близким знакомым если вы не планируете работать психологом и так сейчас я хочу с вами посмотреть популярные типы переносов и стратегии их преодоления то есть самый самый популярный например возьмем такой тип переноса как идеал консультант как идеал значит какие при этом установки у вашего клиента и особенности его поведения когда он вас идеализирует обилие комплиментов соглашательства бахвальство перед другими людьми своим консультантом подражание поведению консультанта ношение схожей одежды жажда присутствия консультанта общая идеализация вот такая прям идеализация вас да или может быть вы смотрите мы сейчас с вами разбираем именно пациент психолог далее психотерапевт или клиент психолог консультант вы тоже самое можете смотреть где-то в своей жизни где у вас это может быть про может происходить да и что за этим стоит мы сейчас посмотрим какие переживания вот то есть это может быть у вас не с психологом это лично у вас может быть какой-то женщиной или мужчиной и так далее да но в данном случае мы мы будем рассматривать именно психолог клиент значит какие переживания у консультанта гордость удовлетворение сильное чувство собственного превосходства напряженность беспокойство смущения фрустрации гнев да это переживание именно консультанта то есть вас до при типе переноса когда вас идеализирует почему может быть например но гордость понятно удовлетворение тоже может быть понятно так как могут быть задеты какие-то ваши тоже потребности но почему например фрустрации напряжение беспокойство потому что ваш клиент вам задает сразу высокую высокую планку он от вас ожидает нечто большее что вы какой-то идеальный и вы как будто разрешите все вопросы то есть он на вас накладывает определенные груз ответственности вот когда он вас идеализирует и тогда и тогда у вас возникает некое беспокойство напряжение смущение фрустрации может быть даже гнев когда она вас накладывает чрезмерную такую знаете ответственность типа вот ты такой прекрасный ты такой великолепный ты такой идеальный за этим же что-то стоит как будто я должен за это чем-то платить когда человека воспринимают как нечто неживое да а идеализация это восприятие вас как некую функцию которая вы будете выполнять для вашего клиента да здесь вот может как раз возникнуть вот это вот этот гнев потому что вас воспринимают как нечто вот ну ты же психолог все-таки идеальный фу какая там что-то там не так вы же психолог и вот вот здесь возникает гнев правда да потому что это такая манипуляция некая вот поэтому здесь вот нужно прослеживать свои переживания какая может быть здесь терапия направление терапии какое то есть нужно сосредоточиться на ожиданиях клиента следствие этих ожиданий определение функции такой и идеализации вас как терапевта и укрепление собственной позиции то есть укрепление позиции вашего клиента и вашей же позиции да то есть все таки дать почувствовать реальность дать почувствовать действительность такой какая она есть то есть это такая ну знаете грубые мазки можно сказать я сейчас называю до направление терапии но тем не менее чтобы в вашей голове уже возникало такое знаете направление куда в какую сторону двигаться да и какими методами дальше действовать давайте посмотрим тип переноса как консультант провидится консультант провидится значит какие установка установки клиента и особенности поведения приписывание безграничных знаний силы консультанта взгляд на консультанта как на эксперта требования ответов решений и спрашивания советов что испытывает в это время консультант ощущение все ведь все видения чувство высокой профессиональной компетенции компетентности можно туда улететь комплекс бога может возникнуть а с другой стороны может быть сомнение в себе неуверенность себе утрата иллюзии относительно себя чувство собственной некомпетентности то есть видите все время есть какая-то полярность то можно улететь вот в этого бога когда вас вам начинают знаете вас вас видеть провидцев до просить прям советов и вы тут можете правда улететь вот в эту крайность стать такой гуриний знаете не психологом огурение вот эти вот гури не знаете которые раздают советы направо налево вот можно улететь туда но это не про психологию тогда ребят это не про академию не про наш статус серьезный психологов да а это вот я гурыня тогда себя надо позиционировать я гурыня валентинная петровна и собственно я к психологии никакого отношения не имеет вот а с другой стороны я могу не улететь собственную какую-то некомпетентность то есть у меня может возникнуть и какое-то сомнение относительно себя потому что на вас тоже есть некое давление потому что ну совет вам пришли за советом прям вот вот скажите что мне делать или как мне быть мы с этим тоже поработаем как работать не отвечая на такие вопросы это очень интересно это прям профессиональный язык я вам сегодня буду давать профессиональные такие техники как вот обойти вот эти вот штуки когда вам предъявляет клиент пытается на вас навесить больше чем вы можете дать значит здесь какое направление терапии сосредоточиться на желании клиента получить совет его нерешительности недостатки доверия к себе и открывающихся возможностях выбора да то есть мы вот в этом направлении двигаемся с клиентом следующее консультант как воспитатель еще вот такой тип переноса может быть вот вы такой воспитатель и вот воспитайте меня значит установки клиентов и поведение бурные эмоции плач зависимость и беспомощность нерешительность спрашивание опять совета желание физического прикосновения опеки ощущения беззащитности это ваш клиент что вы куда вы можете улететь из реальности до ощущение симпатии переходящие сострадание побуждающие утешить приласкать успокаивающе прикоснуться например погладить по голове переживание фрустрации может быть с другой стороны собственной неумелости депрессия безысходность и опустошенность вот что может возникнуть значит типы направления терапии сосредоточиться на потребности клиента находиться в зависимости чувстве независимости нежелание брать на себя ответственность альтернативных способах поведения и установок до в этом направлении двигаемся тип кон тип переноса консультант как фрустратор значит какие чувства оборонительная позиция клиент испытывает бдительность сдержанность подозрительность недоверчивость феномен да нет и проверки консультанта начнет лазить в интернете про вас искать вопросики вам какие-то задавать вот такая такое недоверие будет происходить и вы начнете чувствовать неловкость ощущение балансирования на грани напряжение ощущения хождения по тонкому льду повышенное внимание к реакциям отторжение и недоступность не расположенность клиенту на чувство неприязни и может быть чувство ненависти какой какое направление терапии мы выбираем до сосредоточиться на установлении доверия улучшение отношений направленности переноса последствиях оказания доверия людям и работе с ранними переживаниями и давайте последний посмотрим самый распространенный перенос это консультант как пустое место значит что демонстрирует вам клиент уход от темы недостаток внимания разговорчивость тугодумство бессвязность повествования перескакивание с предмета на предмет что вы будете чувствовать в этот момент ошеломление подавленность застегнутость врасплох ощущение что тебя используют не принимают в расчет недостаток признание переживания собственной никчемности ощущение обиды фрустрации чувство собственной бесполезности и какой тип терапии мы выбираем какое направление не тип терапия а направление в терапии сосредоточиться на установлении контакта с клиентом потому что все что я вам сейчас сказала это отсутствие контакта вот этого терапевтического альянса с вашим клиентом преодоление вербального барьера клиента эффектах спокойного реагирования клиента эффектах дистанцирования потому что там где он начинает болтать переболтать здесь надо взять дистанцию да но вы здесь знаете вам очень пригодится эти темы вы будете в течение двух лет возвращаться вот именно к этой теме переноса и контр переноса и вы будете переслушивать много раз эти лекции потому что вы все время будете испытывать какие-то чувства с вашим клиентом и как я уже сказала любые ваши чувства это рабочий инструмент именно ваше чувство понятно что вашего клиента мы с ними работаем с чувствами до с ощущением чувствами поведением мышлением его его телом и так далее но ваши чувства это тоже инструмент и контр перенос это богатейший инструмент для самопознания раз для установления контакта с клиентом для рабочие связки для использования техник и методик поэтому все что с вами происходит берем в работу берем в работу значит какие вопросы на анализ переноса вы задаете вашему клиенту какую ситуацию из прошлого вам напоминает наше общение пришел к вам клиент ругается с вами претензии предъявляет или пришел пожалеться к вам ну и так далее то что мы с вами перед перед я перечислила уже это самые распространенные виды переноса на клей на на вас как на воспитателя на фрус нас он на на какого-нибудь все фрустратора на идеаль на идеальную фигуру какую-то да и вот вы чувствуете в поле те чувства которые я вам перечислила и вот здесь если вы будете работать с контрпереносом а это очень шикарно поработать с этим но я вам скажу нет ни в коем случае не на первой ни на второй сессии потому что еще не на первой ни на второй сессии такого вот контакта альянса еще пока не будет пока не будет и не факт что ваш клиент принесет вам перенос но обязательно перри принесет если это длительная работа вот но если но бывает конечно случае естественно вы их увидите ли уже увидели когда уже в первую встречу вам клиент демонстрирует перенос претензий него а например кому-то и здесь вот вы такой вопрос можете задать какую ситуацию из прошлого вам вам напоминает вот это общение например ваша с мужем да но а если это к вам обращено то конечно же вы говорите наше с вами общение да такой вот вопрос анализ какие картины из прошлого иногда приходят вам в голову сами собой то есть вот они это пошел вот этот анализ кому еще в своем детстве и прошлом вы испытывали подобные чувства кто еще к вам так относился вот вам начинают претензии предъявлять ваш клиент а вы ему говорите а кто еще к вам к вам в детстве так и так относился и ваш клиент начинает задумываться кого из значимых и близких напоминаю вам я обычно кстати наши клиенты выбирают нас очень не про не просто так они и мы похожи на каких-то их близких людей то есть мы как будто знаете из одной стаи если может так выразиться то есть вот как-то внешне мы можем похоже быть на маму на папу на них самих то есть если смотреть на клиента и терапевта там будет что-то такое общее во внешности или в стиле или еще как то ну в общем обязательно и очень хорошо тогда в этом случае будет работать контр перенос и перенос и контр перенос для анализа переноса попросите клиента описать претензии к вам как психологу если конечно же сформирован хороший терапевтический альянс или к прошлому психологу с которым отношения уже завершились то есть можно еще поработать когда приходит вам клиент и жалуются на своего прошлого психолога какие вы вы можете давать инструкции вашему клиенту опишите ваш опыт работы с психологом развитие отношений с ним но вот этот пункт именно если у вашего клиента завершены полностью отношения с прошлым психологом если он еще проходит проходит терапию то ни в коем случае не такие не работать с переносом более того это очень не экологично вести терапию человеку который уже проходит терапию с другим психологом то есть к вам приходит психо к вам приходит клиент и вот он начинает жаловаться на ваш на своего психолога вам необходимо из этических норм и этики психолога предложить вот этому клиенту прийти с этим вопросом к своему клиенту и сказать что это прекрасное большое поле для работы с вашим психологом что мешает вам открываться вашему психологу и говорить как есть тут знаете какая штука получается когда что делает клиент когда бежит ко второму психологу жаловаться тут получается опять один и тот же паттерн модель поведения то есть я не могу преодолеть говорить прямо открыто вести диалог с человеком до где я выстраиваю близкие отношения я начинаю носиться и бегать на сторону где-то прояснять отношения за за спиной так скажем да то есть это это такое расщепление опять на хорошую маму и на плохую мама то есть я пришел к тебе вероника потому что ты такая хорошая мама я тебя идеализирую а вот та мама которая у меня психолог постоянно на такая горгона какая же она плохая вот вероника расскажите а как правильно вот поэтому когда к вам приходят вот такие расщепленные клиенты на плохую хорошую мамку вы их отправляете собирать свою расщепленность к ваке и их психологу говорите выносите этот вопрос на работу с вашим психологом но это не касается конечно где психолог например нарушает границы мне очень часто при присылают разные вопросы типа а может ли психолог просить там например отзыв при том что сессия была платной я говорю конечно же нет то есть я здесь не говорю какой психолог плохой да я говорю общее правило и не говорю лично и а психологи этого человека который мне задал вопрос а я просто говорю о том что можно что нельзя то есть здесь человек на заплатил деньги я пришла я больше ничего не должна а когда еще и заплатили а ты мне еще и отзыв напиши но извините отзыв я могу написать потому что мне от души захотелось это сделать я могу это сделать потому что как будто бы мне психолог сделал больше чем я ожидал я заплатил я готов еще больше заплатить вот и я тогда пишу отзыв и спасибо и благодарности благодаря вам и и так далее и тому подобное но что но когда просят здесь вы можете сказать что извините я за свою сессию заплатил и я отзыв не могу вам написать сорян как бы вот так то есть у нас обмен с вами равноценный получается правильно отношения всегда должны быть равноценными о чем вы договаривались если вы не договорились заранее например за только за отзыв до говорите давай с тобой меняться я тебе какие-нибудь там техники скриптинг тогда проведу который тебе поможет вот это и это осознать а ты мне отзыв напиши он говорит по рукам все согласились баланс как только вот это вот и заплатил а ты еще сверху мне горсточку такую отчет-чет добавь добавь давай мне еще побольше тогда все тогда неравные отношения это уже нарушение границ клиента и так значит инструкция клиенту опишите ваш опыт с психологом развитие отношений с ним с тем с кем закончил он уже отношение что психолог на ваш взгляд делал не так в чем психолог был не прав составьте подробный список ваших претензий к психологу перечитайте его еще раз вот именно список претензий точно такие же претензии есть кому-то из значимых фигур в вашем детстве это могла быть мама папа бабушка соседка старшая сестра младшая сестра лит и так далее продавщицы из магазин подумайте кто это кому они на самом деле обращены то есть вам клиент составил претензии прямо пишет по пунктам может быть там 35 да вот и вы вот такие вопросы задаете напоминает ли вам сам характер развития отношений с психологом опыт отношения с кем-то из значимых фигур в вашем детстве ведь опять мы все время отправляемся в детство где произошел наш первый негативный травматичный опыт и для чего нам это нужно для того чтобы именно там осознать как это было и как мы можем поменять и на это по-другому реагировать да и осознать что я могу как-то действовать по-другому с этим человеком сейчас какое мое решение может быть как человек который может взять на ответственность на себя мы еще это посмотрим сделаем упражнение сейчас я вам зачитаю пример клиентки значит описание ее опыта как она рассказывает про своего прошлого психолога начали вроде хорошо я рассказывала о проблемах была выслушана но потом появилось столько ощущение что психолог вводит в заблуждение затягивает она молча кивала головой и поначалу создавалось ощущение что меня слушает но потом я поняла что она не слушает поверхностно вникает а поскольку консультации были дорогие редкие было очень неприятно я ничего не говорила ей но внутри было очень обидно мне хотелось более живого участия в моих проблемах каких-то толковых вопросов которые вели мы вели бы меня в правильное направление казалось что я разговариваю сама с собой было ощущение ненужности этой консультации и незаинтересованности личность ли я лично вам не мы просим клиентку написать список претензий к психологу и вот она пишет недостаточная увлеченность отсутствие качественного диалога невнимательность отсутствие полезных вопросов без участия в понимании моей проблемы и по списку дальше кому есть аналогичные претензии к маме сейчас перечитываю понимаю что каждый пункт может быть адресован ей с детства не хватает ее внимание услышанности ощущения что ей вообще интересно что со мной происходит аналогичный опыт развития отношений с мамой это мы уже это мы уже поняли и она смеется я вот сейчас поняла еще что психологу не сказала тогда и маме не говорила как мне неприятно все держала в себе и уехала жить отдельно от нее точно так же с обидой но ничего не объяснив как будто она сама должна все понимать но совершенно не факт что она поняла истинную причину моего ухода вы видите как по и как у клиентки повторяется модель поведения все время без прояснения отношений без открытого диалога она покидает это место до умалчивает и точно так же у нее было с матерью и как правило точно так же происходит и с друзьями и с мужчинами в отношениях и так далее у этой клиентки точно по такому же принципу я вас прошу создать свой список претензий к своему психотерапевту настоящему или прошлому и потом посмотреть кому в вашем прошлом на самом деле были адресованы все эти претензии сейчас я вас попрошу сделать со мной очень интересное упражнение оно называется какой вы опасаетесь мне сейчас показаться у кого-то из вас будут инсайты давайте начнем ответьте сейчас на каждый из следующих вопросов отвечайте у себя в заметочках какой вы хотели бы показаться вашему психологу бывшему настоящему или будущему или если вы не проходите терапию вы можете использовать в этом случае меня поэтому вы можете ко мне как преподавателю вашему написать какой вы не хотели бы показаться мне напишите себе пожалуйста быстренько два-три слова буквально какой бы вы мне не хотели показаться или вашему психологу следующий вопрос какие чувства какие чувства по отношению к вам вы опасаетесь вызвать в вашем психологе или во мне какие чувства по отношению к вам вы опасаетесь вызвать в вашем психологе или во мне пишите себе в заметках вам это будет потом наглядно понятно с чем поработать какую фразу вы боитесь услышать в свой адрес от вашего психолога или от меня какую фразу вы боитесь услышать свой адрес от вашего психолога или от меня следующий вопрос какую реакцию или поведение по отношению к вам вы опасаетесь увидеть от своего психолога или от меня какую реакцию или поведение по отношению к вам вы опасаетесь увидеть от своего психолога или от меня и пожалуйста напишите ваши инсайты какое главное открытие вы сейчас для себя сделали вы можете написать это в чат что для себя вы сейчас в этом упражнении нашли претензии к маме офигеть это что значит напишите разложите слова офигеть очень хочу признание и одобрение от родителей конечно да это ваш перенос комплекс брошенного и зависимого кто-то уже себе поставил диагноз страх перед папой да раньше не думала даже об этом все от родителей чистой воды моя мама да конечно мы сейчас этим упражнением просто подвели итоги то что я вам говорила про перенос про перенос да я вам как бы точно так же просто как вы со своим клиентом это будете делать я просто провела это все с вами но у нас еще много всяких интересных упражнений поэтому вот пожалуйста вы вот выхватываете такие осознания вот боюсь отторжения тоже прекрасное осознание хочется поддержки тепла да видите вот у каждого своя какая-то история вот вот на 153 сейчас человек в эфире и у каждого какая-то своя история итак давайте сейчас сделаем с вами трансовый вариант этой методики сейчас я музычку включу нашу любимую музыку я всегда все нахожу в этом на ютубе далеко ходить не надо все просто вот понравилось музыка включила и не надо там особых каких-то композиций выискивать делайте просто рабочий вариант ну конечно если вы любите заморачиваться на каких-то там вещах таких ну тогда выбирайте музыку такую что вот вот все идеально для вас было так ну что у нас такой тут почему нас музычка то не играет итак сейчас вы можете раз расслабиться сделать глубокий вдох и выдох да работаем сейчас терапии с образом психолога который я буду выше перечисляла вам работа с переносом да я говорил о том что терапия с образом психолога может произойти поэтому вот такую же терапию такую такой метод вы можете предложить своему клиенту а сейчас я предлагаю работать вам выберите и назовите себе любую проблему которая для вас актуально сделайте по сути вот запрос сейчас для себя вы можете его записать или сами себе озвучить выбрали проблему которая для вас сейчас актуально и прямо сейчас представьте что я ваш терапевт мы с вами сидим напротив друг друга и вы рассказываете мне про эту проблему расскажите о ней подробно мысленно обратите внимание на то как вы рассказываете мне в своем воображении о проблеме каков психологический возраст вас как рассказчика из какой роли вы это рассказываете какие чувства испытываете при этом чего больше всего ждете от меня как от терапевта чего больше всего ждете от меня как от терапевта что вам важно получить от меня какую свою потребность вам важно удовлетворить какую свою потребность вам важно удовлетворить какой я должна быть чтобы вам сейчас было хорошо назовите еще раз ваши чувства и потребности про что это в вашем прошлом реальным или мечтаемом про отношения с кем из значимых для вас людей все эти чувства и потребности так возвращайтесь и поделитесь пожалуйста в чате каким выводом вы пришли каким результатом выполняя эту методику напишите пожалуйста в чат ваши осознания каким результатом вы пришли хотела одобрения поддержки от психолога да а кому все-таки из значимых для вас людей в прошлом это на опять мама конечно всегда будет мы будем приходить главным значимым фигурам нашего детства хотела ласки и значимости от мамы да спасибо очень хотелось признание от отца заботы мамы да мне надо было чтобы мне объяснили что я неправильно делаю они ругали не обзывали тупицы это была моя старшая сестра да тут и старшая сестра она тоже как выступает как некая значимая большая фигура да у меня от папы да спасибо вам большое за вашу обратную связь и здесь я надеюсь принцип вот этого переноса как у нас происходит вот этот перенос до на нашего психолога сейчас мы с вами разберем очень важный инструмент нужна поддержка да спасибо что пинок нужен от вас подумайте про кого это из прошлого вашего от кого вам нужен был пинок давайте сейчас посмотрим такой важный инструмент психолога как контейнирование что это вообще такое да и что это как этим как это работает с нашим клиентом значит контейнирование это способность выдерживать эмоциональное напряжение и сильные чувства благодаря особой работе с ними психолог может стать для для клиента принимающим и успокаивающим контейнером а затем помочь ему вырастить свой собственный контейнер каким образом это происходит когда клиент влияет на терапевта влияет то есть заполняет его полностью чувствами когда терапевт не умеет контейнировать то происходит слияние 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 здесь велика опасность личных отношений то есть здесь в слиянии даже не то что велика опасность а в слиянии получаются личные отношения то здесь совместная такая затопленность чувствами происходит как происходит терапевт затронут чувствами клиента не подавляет не подавляет их он способен переработать то есть он способен быть больше профессия выражать более профессиональность профессиональной свою нежели чем свои эти чувства то есть он терапевт становится больше чем чувство и тогда когда терапевт такой крупный а чувство вот здесь находится вот такой шарик представим тогда я могу возвращать вот эту реакцию которую я приняла у моего клиента именно вот в этот рабочий инструмент я вам уже его показывала это наша психотерапевтическая профессиональная часть которую мы с вами выращиваем за счет нашего опыта профессионализма за счет осознания нашего да вот этого например что сейчас там в контрпереносе происходит я принимаю чувства которые у меня идут вот в эту самую такую нишу для работы с клиентом я принимаю то есть не я не вся заполняюсь этими чувствами да а я сюда принимаю и вот именно отсюда я отдаю вот эти переработанные чувства точно так же передаю своему клиенту именно не всю полноту вот это слияние с клиентом когда он на меня вы вывалил ушат вот этих чувств и я на него обратно и мы такие в слиянии и я уже работать в этом не могу то есть клиент пришел вылил на меня я положил сюда в емкость маленькую и отдал ему в этой емкости то есть я переварил я принял и отдал обратно и таким образом терапевт возвращает свою реакцию клиенту это позволяет клиенту тоже проработать свои чувства потому что когда он приходит вываливает на нас вот эту вот вот этот вот ушат непереваренного всего он же не знает как с этим справиться он детстве не научился потому что этому препятствует травма мясо неосознанность вот этот вот ловушка вот этот рисунок этот рисунок чет не понимать что с ним происходит он приходит это все вываливает вам вы в коробочку сложили переварили и отдали именно в этой коробочке ему обратно чтобы он как бы он когда вылил на вас он очистился но условно так фигурально выражать да а здесь вы взяли в коробочку и отдали ему в коробочке и он такой положил о хорошо мне здесь уютненько неплохо и таким образом ваш клиент научается переваривать именно вот в этой коробочке все то есть не заполняться а в коробочке это все перево и тогда он вот этот опыт берет вот здесь и складывает у себя что можно вот так оказывается вот таким небольшие иметь небольшое пространство давать экологичное для своих реакций за для своих чувств они заполняться и становиться меньше чем чувства эмоции да как говорится не я в чувствах не я в чувствах а чувства во мне да получается что здесь я управляю чувствами они вам не они я вся заполненная чувствами да вот таким образом работает контейнер и давайте я вам расскажу про этапы контейнирования эмоций назвать чувства во-первых назвать и принять его определить это что это за чувства и разрешить его испытывать очень важно разрешать это чувства испытывать потому что мы все живые любые чувства запомните любые ненависть зависть самый что ни на есть как вам кажется какие-то вот плохие это все человеческое это все нам не чуждо этому мы все всему позволяем быть на нашей терапии мы разрешаем клиенту приносить сюда шквал всего что из него выходит прям позволяем рассоздаем вот это пространство значит разрешаем его испытывать дальше оцениваем и понимаем что сейчас происходит в теле и в душе понять причины появление этого чувства через разговор через ощущения в теле далее переработать прожить отреагировать телесно потому что чувства где живут покажите мне место где живут чувства конечно они живут в теле вот во всем абсолютно теле живут чувства они не там не в голове не на ресницах не в ногтях они полностью в нашем теле живут чувства мы чувствуем поэтому мы позволяем очень классно совмещать почему у нас телеска есть в академии это просто надо использовать обязательно работать в интегральном подходе обязательно использовать телеску прожить отреагировать телесно удовлетворить потребность которая связана с появлением этого чувства что можно сделать прямо сейчас чтобы успокоиться вот это очень хороший вопрос очень хороший вопрос для поиска дело в том что люди очень сильно пугаются самих себя они не знают куда бежать что с этим делать куда бежать подруги звонить маме звонить любовнику брату кому вот люди просто пугаются они хотят быстрее бежать контейнер потому что они переполнены они хотят сбросить это вы позволяете людям понимать прекрасную элементарную вещь на своих консультациях что с этим что-то можно сделать реальной жизни даже когда меня психолога рядом нет вы учите своего клиента принимать и проживать и задать себе простой вопрос простой обыкновенный вопрос а что я могу сейчас сделать чтобы успокоиться и начать поиск этого решения конечно мы им подскажем поставить ножки на опору почувствовать стопы попробовать подышать почувствовать как воздух входит и выходит как расслабляются мышцы вашего живота и вы чувствуете дыхание и вы дышите так вот делайте такой небольшой транс и позволяете вот этим чувством которые переполняют вашего клиента с этими чувствами сейчас побыть в контакте злость что произошло какие чувства вы испытывали в этот момент хорошо давайте позлитесь здесь вы можете это сделать я вас поддерживаю и так далее то есть даете возможность человеку продышать это чувство обиды злости ненависти зависти конечно у человека пойдет снятие блоков слезы мурашки может вырвать может кашлем пойти и чем угодно какая реакция будет мы не знаем и любую реакцию нашего клиента мы принимаем принимаем и следующий этап контейнирование эмоций это сделать выводы на будущее что можно будет сделать в следующий раз возможно ли профилактика то есть мы даем опыт нашему клиенту и здесь с нами и говорим а как вы можете поступить если с вами вдруг такая ситуация что вы сделаете то есть главное чтобы клиент вы учите его признавать эмоцию проживать ее здесь научиться успокаиваться например не рубить с плеча не бегать с горяча да то есть остановиться дать себе время сколько угодно пока не придешь в себя ты имеешь на это право взять столько времени сколько тебе нужно хочешь час может по тебе требуется день может быть три дня может быть произошло предательство и жена них не понимает как ей быть когда это муж изменил или что-то произошло ей больно и вот она думать что она должна казаться какой-то специально опять вот что меня это не задело что я вот через час должна быть уже такая такая вся вот техничная уже такая вот меня это не трогает это лежит блоком вы позволяете своему клиенту донести информацию что он себе может позволить 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 сколько угодно времени на то чтобы прийти в себя надо неделю значит неделю как вы можете о себе позаботиться клиент может сказать я наверное поеду к своей маме там волгоград детей оставлю там с няней меня все под контролем я хочу подумать или я уеду там турцию с подругой прекрасные идеи я вас поздравляю вы умеете себе позаботиться то есть понимаете да учить клиента в таких ситуациях здесь и сейчас уже вот он инструмент живой поэтому есть вероятность когда с клиентом опять что-то произойдет не обязательно предательство измена кто-то тоже что-то произойдет такой плохой да он уже здесь с вами что-то научился контейнировать принимать понимаете он научился как-то здесь и вот такой о как же меня учила там моя психолог то наш сказала да остановиться принять взять времени столько сколько мне нужно понимаете да как это происходит этапы контейнирован контейнирование эмоционального переноса значит назвать чувство клиента и принять его это как вы работаете с клиентом когда клиента сделал перенос значит вы можете сказать вы чувствуете себя маленькой рядом со мной и вам хочется чтобы я спасла вас от ваших проблем предлагаю вам сейчас принять то чувство себе разрешить себе себе его испытывать вы имеете полное право так чувствовать и это нормально то есть когда клиент хочет сгрузить на вас чувства которые не удовлетворили потребности которые не удовлетворили его родители вы позволяете вашему клиенту чувствовать то что он чувствует это первый этап контейнирование эмоционального переноса который делает на вас клиент переносит клиент что переносит перенос прям как-то масло масло маслины второй этап вместе с клиентом оценить и понять его возможно это происходит потому что вы привыкли так реагировать в детстве рядом с кем вы чувствовали себя такой же маленькой и ждали спасения как вы думаете почему эта модель поведения закрепилась и проявляется сейчас и клиент вам рассказ третий этап контейнирование эмоционального переноса переработать что вы можете сейчас прямо сейчас сделать чтобы эти чувства и внутренние ощущения изменились как их можно выразить с помощью тела как прямо сейчас спать почувствовать себя не такой маленькой а большой что что вы можете сказать или сделать нарисуйте сейчас эту маленькую себя мы потом с вами будем делать рисунок четвертый этап контейнирование эмоционального переноса сделать выводы на будущее что можно сделать следующий раз когда вы почувствуете себя такой же маленькой и захотите переложить ответственность на другого человека как вернуть себе ресурсные чувства и уверенность что вы справитесь сами так вот такая вот история сейчас мы с вами сделаем интересное упражнение сначала я вам расскажу инструкцию которую вы дадите своим клиентам или вашим знакомым с кем вы будете проводить такой интерес интересное облегчающие контейнирование упражнения его можно назвать я автор эмоции значит какая инструкция клиенту первая эмоция попросите клиента назвать эту эмоцию вам как терапевту и описать свое состояние второе нарисуйте линию времени на листочке и поставьте точку соответствующую настоящему моменту вашего общения пусть клиент подпишет ее характеризуя свое состояние например психолог меня бесит это вот работа с контейнер с перенос то есть поставил эту точку написал психолог меня раздражает или бесит но обязательно чтобы подписал на линии времени третье попросите клиента на линии времени расположить начиная от точки в настоящем людей которым он уже испытывал аналогичное состояние например там меня начальница бесила когда там заставила выйти на работу в какой-то там срок не положены до или подруга вывела меня из себя когда опоздала на час на нашу встречу мама меня взбесила когда забрала любимую какую-то там вещи так далее то есть ставите такие точки на линии похожие состояния похожие чувства и похожие ситуации до следующий этап инструкции попросите клиента сформулировать каждую точку по-новому для него с помощью анализа от 2 и 3 лица таким образом я позволила с собой так общаться то есть каждую точку мы берем и уже говорим не она меня бесит и она мне там сделала она мне она 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 он они а я каждую точку я беру ответственность я автор этой эмоции то есть я позволила собой так обращаться и каждую точку так я создала ситуацию в которой подруга подумала что может так со мной поступать то есть опаздывать на час я сама раньше давала эту вещь маме поэтому она взяла ее не спросив то есть видите возвращаем клиенту реальность действительность потому что у клиента проблема в чем все вокруг плохое мир плохой все виноваты а я бедная несчастная со мной все плохо я вот такая вот жертва здесь мы начинаем возвращать реальность но мама взяла потому что я сорок раз давала маме эту вещь и теперь мама подумал что может взять я такая беру вместо вот этого зачеркиваю и пишу я раньше маме позволяла поэтому я мама взяла я позволяла понимаете вот возвращаем авторство клиенту то есть мы предлагаем клиенту принять ответственность за возникновение этой эмоции увидев себя автором и итоговое формулирование первой точки верните клиента к первоначальной точке эмоции к вам как терапевту как это теперь прозвучит например я почувствовала гнев и раздражение потому что создала неадекватные ожидания от нашей с вами работы и замалчивала их а еще потому эта эмоция на самом деле связана с моей мамой и я ее не проработал вот тоже работа с переносом и контейнировать ним это сознательный переход от меня накрыла эмоция или у меня вызывает эмоцию к я выбираю чувствовать это сейчас я позволяю себе испытывать это потому что для меня это важно и вот это вот для меня это важно здесь начинает формироваться границы вашего клиента как только он понимает важность его чувств и ощущений и действительно проживает эту важность ну представьте себе проживать чувства да и одно и вторым как бы параллельным свой с вот этим вот чувством иметь важность в проживании этого представляете что начинает постепенно формироваться начинает про формироваться пространство вашего клиента он осознает куда можно а куда нельзя какое у меня пространство а насколько вот вот это и это это для меня важно возникают важности знаете это как я сейчас расскажу вам когда женщина прыгает из родительских отношений в детско-родительские всегда это происходит со своим мужем в отношениях с мужчиной до когда она не проживает 1 и не чувствует ценность своего пространства как женщина 1 невеста такая знаете я невеста то есть никогда я из дома прыгнула с родительского прыгнула сразу в отношения с мужчиной да потому что я не почувствовала даже собственного пространства очень важно женщине побыть одной прожить одной потому что я пожила с родителями я от них отделилась и живу свою жизнь я адаптируюсь своей жизни я понимаю что для меня важно что для меня ценно что для меня есть я лично и мое пространство и тогда с этим богатством с этими сокровищами я понимаю какой мужчина мне нужен потому что он пришел такой в грязных сапогах натоптал мне я такая думаю ха я тут формировала свое пространство я понимаю что для меня важно и ценно и ты тут такой пришел нет фильтр сработал пришел более аккуратный но все равно топчется нет не подходит и я своими границами тогда выбираю человека для своей жизни понимаете как это работает а у нас это как от безысходности пошли от родители потому что невозможно с ними жить с приданным родителей с этими грузами системой семейной прыгнули в отношения с мужчиной не поняли кто я где я с кем я как я этот еще со своими какими-то и вот он мы все перемешались у нас мы все в слиянии вот он невроз вот они эти проблемы и мы расхлебываем всю жизнь вот это с людьми даже не можем понять где я есть а какая я что для меня важно и вы начинаете вводить вот этим упражнением важность чувств вашего клиента чтобы он научался распознавать свое пространство дело в том что у нас у всех пространство разные это что они проработают с вами вот такое они с тем они уйдут в свою жизнь так скажем через сколько лет мы не знаем сколько не про будут на вашей терапии да и потом еще когда пройдет там год-два терапии они будут уже уметь распознавать важность себя то есть это уже как знаете как бонусом идет вы их научили течение какого-то времени это делать вы обозначали вашему клиенту ваших его ценность его важность и он дальше потом сам умеет это делать вот это ваша миссия можно сказать психолога научить вашего клиента быть ценным для себя в процессе психотерапии так дальше идем и сейчас давайте с вами сделаем это упражнение выберите любую негативную эмоцию сход с которой вы хотите научиться справляться лучше изобразите линию времени поставьте точку сейчас и несколько точек событий на ней в которых вы испытывали эту эмоцию особенно ярко подпишите все точки так чтобы они звучали как передача ответственности кому-то за случившиеся меня обидел коля меня там меня там и вот чтобы эта эмоция повторялась два-три раза понятно может быть сто тысяч точек но сейчас нам достаточно 3 попрактиковаться 2 3 попрактиковаться меня обидели меня вот меня кто-то вот что-то кто-то что-то что-то кто-то меня вот давать ему что нам надо это отработать подпишите пожалуйста две-три точки и теперь вы зачеркиваете каждую точку вот это то что вы написали меня обидел вася вы зачеркиваете и пишите из позиции авторство я позволила испытывать вот это самое чувство потому что оно для меня важно вот именно так потому что в этот момент нарушились ваши границы потому что в этот момент вам важно было испытать именно это чувство потому что оно важно и любое чувство важно и потому что вы важны для себя важны вот это необходимо проработать сделайте пожалуйста для себя вина такие такую прямую где вот возникает вот такие точки похожие и это может быть абсолютно с любым чувством абсолютно с любым чувством если это вина что такое вина что такое вина кто-то может мне дать определение чувства вины вина если это действительно вы нарушили чью-то чьи-то границы если вы кому-то кем-то воспользовались кого-то обидели ну по сути нарушили чьи-то границы вина это не стыд это разные чувства стыд это стыд вина это вина злость это тоже злость не пут не надо я вам сказала это определение не надо смешивать вину с другими чувствами вина это тогда когда я испытываю чувство вины когда я нарушила чью-то границу я перешла границу чужого человека он от этого испытал что-то неприятное что-то плохое вот это нормально испытывать чувство вины тогда что я делаю я иду и прошу прощения у человека правильно в остальных случаях вина это деструктивное чувство которое завернуто на меня из комплекса отвергнутого мы помните с вами проходили когда у младенца возникает вот это вот брошенное состояние я такой плохой что мисс меня можно бросить то есть это вот это вот такое вот природное чувство вот этой бы своей плохости и вот этой вот вины что я такой что меня можно не удовлетворять мои какие-то витальные даже потребности эмоциональные потребности это вот у хороших девочек всегда вот это чувство вины вечно всем угождать потому что я такая хреновая что спасибо что я здесь с вами рядом стою спасибо что вы обратили на меня внимание и конечно когда мужчина еще цветы дарит я уже заложу с ним в кровать за это я ему там готова уже полы мыть трусы стирать носки уже его там перестирывать гладить шнурки ему и так далее вот у девочек хороших с чувством брошенность с комплексом брошенного именно такое происходит в жизни вот это деструктивное чувство вины этом это аж отошли от темы сейчас я вас прошу взять авторство каждой точки где меня 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 там что-то меня я беру я позволила к себе так относиться потому что для меня это было важно таким образом у меня формировались границы потому что я должна была пережить этот опыт чтобы осознать и тогда я беру на себя ответственность по любому то есть попробуйте вот так переделать вот эти все где вы начинаете кого-то обвинять давайте-ка а для меня это как важная что в этом кто я в этом какая я в этом как я проявляюсь давайте с себя начинать я я так упражнение сделали дальше значит рисуночная техника мой психолог вы сейчас можете нарисовать своего психолога буквально быстро набросать быстро набросать ручками нарисуйте вашего психолога если у вас нет психолога разрешаю вам использовать меня в этом случае как своего преподавателя не путайте что я не ваш психолог мы с вами не влечим терапия я ваш тренер я ваш тренер и ваш преподаватель вот в данном случае вы можете использовать меня как тренера и вы можете меня сейчас нарисовать вот прям любой образ абсолютно человеческий какой хотите вот как это у вас получится нарисуйте вашего психолога нарисуйте вашего психолога если раньше был психолог сделайте вашего прошлого психолога легко настоящего психолога прошлого психолога нет психолога меня рисуйте быстренько прям набросали опишите по рисунку основные качества психолога положительные и отрицательные запишите их на бумаге в виде списка два три быстренько прям два три положительные два отрицательные два или этом без разницы хотите только отрицательный хотите только положительный как идет вот имя смотрим на рисунок и по рисунку основные качества и записали посмотрите на список качеств которыми вы охарактеризовали сейчас психолога или тренера могут ли эти качества быть отнесены какой-то фигуре из вашего прошлого могут ли они служить описанием какого-то другого значимого для вас человека например из детства снова посмотрите на рисунок кого из вашего прошлого напоминает вам этот рисунок какими-то деталями и особенностями которые вы изобразили как вы думаете почему этот человек проявляется в вашем опыте и бессознательном сейчас в чем его значимость для вас до сих пор что не завершено до маман бабушка дедушка и так далее подруга и так далее да например вот я вам сейчас зачитаю рисунок например там ольги положительные качества психолога добрый отзывчивый честный умный доброжелательный вызывает доверие веселый жизнерадостный харизматичный отрицательные качества прямолинейный грубоватый в высказываниях скрытный и дальше пояснение все эти качества как и внешний облик черты лица фигура манеры манера выражения и и подачи себя олицетворяя для меня моего отчима когда он был моложе лет десять назад этот человек всегда был очень важен для меня я считаю его своим отцом ведь он воспитывает меня с детства подростковый период я очень много ссорилась с мамой мы не понимали друг друга а ему я доверяла могла спросить совет и рассказать тайну и быть уверенной что он меня не сдаст я считаю что именно поэтому из-за внешней и внутренней схожести этих двух людей между мной и моим психологом возникла очень тесная связь и хоть это и парадоксально я доверилась ему больше чем ожидалось я думала что довериться мужчине поговорить откровенно с ним на все волнующие меня темы будет в разы сложнее да видите учителю школы у кого-то возникает да вот вот таким образом и сейчас очень тоже классное упражнение мы с вами сделаем такой квест если бы я был робинзоном круза значит определить неудовлетворенные потребности то есть причину переноса можно через анализ переносимых чувств а как а как помочь клиенту расширить видимые возможности их удовлетворения в том числе более самостоятельного вот сейчас мы с вами посмотрим как инструкция клиенту предлагаю вам такой квест представьте что вы робинзон круза будет сейчас очень крутое упражнение в результате корабли кружей корабли крушение вы попали на необитаемый остров и к сожалению там вы не встретили ни пятницы никаких других жителей пройдет несколько лет и вас наверняка спасут или вы сможете построить надежное судно и уплыть на большую землю попасть домой но сейчас впереди у вас несколько лет когда важно выжить и несмотря ни на что быть счастливым насколько это возможно ваша задача придумать хороший план удовлетворения важных для вас потребностей поняли задание для этого завершите пожалуйста следующие фразы если я как робинзон круза то я то еду я себе обеспечу вот как и вы пишите как вы обеспечите еду на несколько лет на необитаемом острове где нет никого и чтобы еще стать счастливым человеком вот такой квест вы будете делать сегодня сами себе и вашим клиентам ближайшее время дальше если я как робинзон круза то спокойный сон я себе обеспечил вот как и вы пишите как следующий я если я как робинзон круза то потребность положительной оценки я себе обеспечу вот как потребность положительной оценки если я как робинзон круза то потребность я обеспечу вот как любую потребность можно туда написать пришел к вам клиент с неудовлетворенной потребность любой делайте ему квест начиная от еды вот попал ты на необитаемый остров и твоя задача быть счастливым насколько это возможно несколько лет ты проведешь на этом острове и давай-ка посмотрим как ты справишься вот с этим с этим и с этим а потом в конце ему его потребность с которой он к вам пришел не хватает внимания не хватает любви не хватает там и не знаю чего там кому не хватает как ты себе это обеспечишь дорогой на необитаемом острове если ты был бы робинзоном круза и вот здесь ваш клиент должен написать план как он добьется этого и вы пожалуйста сделайте это то же самое самостоятельной работе если у вас есть какие-то неудовлетворенные потребности обеспечиваем взрослый человек с этим справляется а инфантильный что меня обидели он меня не поцеловал она мне не принесла она это не то она это ту а как бы ты был если бы ты был в робинзон круза есть еще такая методика диалог с человеком из прошлого то есть опять работа с переносной эмоции значит обнаруживаем и называем переносимую на терапевта эмоцию что именно вы чувствуете как бы вы это назвали такой вопрос вашему клиенту далее выявляем телесные способы попытки погасить эмоцию справиться с ней какие ощущения в теле связаны у вас этой эмоции или попытками с ней справиться погасить ее тоже клиент начинает об этом рассказывать далее выяснение отношения к своей эмоции выражение этого отношения фразы интонации жестом обращенным к самой эмоции как вы относитесь к тому что чувствуете выразить это фразой интонации жестом обращение обращенным к вашему чувству здесь может могут быть какие-то пошел пошел вон любое знаете как как какой-то жест когда человек например чувствует когда его отбора там отвергают да там чувство одиночества и вот здесь вот как вы выразить его то как 6 там бы вы выразили так или фразы какой и вот вам пошла отсюда или там вон иди отвали от меня откуда ты это знакомое такое вода вот отойди от меня что-то тут делаешь что встал не мешай кто нам это говорил да не лезь не путайся под ногами да что что такое вот это вот все вы как бы достаете из клиента через вот эти вот вопросики значит определение значимого другого который относился клиенту также кто в вашей жизни относился или относится к вам вот так как вы сейчас описали или показали дальше диалог со значимым другим что вы хотите сказать ему сейчас представьте этого человека перед собой и скажите это ему сеть прямо сейчас именно так как хочется это сказать что что вы хотите сделать по отношению к нему сейчас сделайте это именно так как хочется это сделать то есть можно поставить стул например да и мысленно представить этого человека на столе и завершение процесса отслеживания телесных эмоциональных и эмоциональных изменений обратитесь внутрь себя сейчас какие изменения произошли в теле что вы сейчас чувствуете чем хочется завершить этот процесс вот такой вот тоже коротенькое упражнение и следующий прием называется не ответ я вам уже в начале его говорила то есть это очень важный прием когда ваш ваш клиент начинает перед тоже задавать такие переносные вопросы немного как так скажем нарушая ваши границы то есть избегая давать ответы которые предполагают раскрытие личной информации потому что они могут вас спрашивать личные вопросы терапевт не игнорирует обращение терапии клиента пациента он строит предположение относительно скрытого смысла заданных вопросов мы сейчас посмотрим что за скрытые смыслы могут быть за заданными личными вопросами хорошие терапевтические не ответы потому что мы не должны отвечать клиенту на лично понимаете лично лично про себя на личные вопросы не ответы не воспринимаются клиентам как отвержение потому что если вы скажете о тебе какое дело понятно это будет как отвержение вы ретравматизируете вашего клиента если у него травма отвергнутого они способствуют эти не ответы поддержанию контакта то есть вы дооборот в глубже уходите в контакт и общая формула этого не ответа запомните навсегда эту фразу почему для вас это важно на любой личный вопрос вы всегда можете пойти в контакт а не отвергнуть сказать но вообще-то я на такие вопросы нет вечера или там вы нарушаете мои границы таким образом вы здесь можете отвергнуть таки вашего клиента да если он с травмой отвергнутого пришел и пойти дальше в глубину контакта здесь важно вопросом ответить не таким не ответом почему для вас это важно давайте посмотрим вопросы клиента как давно вы работаете какая здесь вы сразу ставите гипотезу гипотезу что за этим вопросом стоит на самом деле вот такая вот например гипотеза может быть я не уверен что вы достаточно компетентны чтобы помочь мне может быть такая гипотеза может когда вас клиент спрашивают как давно вы работаете вот к вам приходится говорит как давно вы работаете понятно что он интересуется неким до опытом вашим чтобы можно сказать себя защитить но вы тут грамотный специалист который получил образование в академии психологии коучинга вы говорите не ответом клиенту что для вас изменится если я отвечу что работаю год пять лет или десять лет как это повлияет на ваше доверие и отношение к нашим сеансам и слушайте вашего клиента следующий вопрос клиента я наверное совсем замучил вас своими проблемами какая гипотеза здесь может быть я хочу знать какие чувства вы испытываете ко мне как вы ко мне относитесь правильно да смотрите я наверное совсем замучил вас своими проблемами какое что хочет тут клиент узнать то на самом деле мы гипотезу сразу а я хочу знать как вы ко мне относитесь какие чувства вы ко мне испытываете то есть по сути он требует нашего личного к нему такое вот расположение то есть как бы предполагается ответить в личном я вас люблю я вас там и это я то но и мы не должны тут ничего как бы здесь нужно давать вот этот вот не ответ какой ответ для вас очень важно сейчас уж услышали для себя от меня какой ответ для вас важно услышать от меня и слушайте что говорит ваш клиент следующий тип вопроса не типа ли вопрос клиента как вы терпите такое целый день жалобы несчастья какая гипотеза здесь может быть я хочу услышать что вы меня не терпите что вам со мной не тяжело правильно здесь правда ну вот напрашивается эта гипотеза и здесь ваш не ответ а как вы думаете терплю ли я почему для вас это важно что будет означать для вас мой ответ следующий вопрос клиента я не справляюсь с собой загипнотизируйте меня что хочет клиент снять себя ответственность правильно я хочу чтобы вы взяли ответственность за меня и за мои проблемы просит клиент а вы даете такой не ответ а что будет если я справлюсь с вами а вы так и не научитесь с собой справляться я вчера целый день думала нашей работе а вы какая тут гипотеза мне важно знать что я особенный для вас клиент и какой здесь может быть не ответ что это для вас будет означать если я думал целый день о нашей работе и если не думал о вас пусть клиент ответит и теперь вам задание домашние когда вам клиент говорит я правильно поступаю напишите пожалуйста для себя какая может быть гипотеза за этим стоять и какой может быть не ответ вашему клиенту и 2 есть ли у вас любимый клиент какая гипотеза за этим стоит и какой будет ваш не ответ и так сегодня мы с вами закончили раб тему работы с переносом и после каникул мы с вами посмотрим как работать методы работы с контр переносом представляете какая-то обширная история как это важно научиться распознавать и уже в жизни в быту и тем более в работе с нашими клиентами это очень важно возвращать реальность и себе и другим это очень очень полезно для формирования наших границ и открыт раскрытию нашей личности и так у нас с вами каникулы наступает и я с вами уже прощаюсь до мая у нас первый понедельник или первый четверг мая будет первое занятие и методы работы с контр переносом на пустые пожалуйста делайте домашние задания применяйте разные техники из разных направлений работы практикуйте когда если не сейчас поверьте не будет такой возможности прекрасной как будто бы вот сейчас я получу какую-то корку и вот тогда я имею право практиковать нет практиковать надо сейчас именно сейчас когда вы в поле работы учебы когда вы это изучаете переписывайте для себя на себе это проживаете и тогда вы идете и это раб и работаете эту работу с вашими клиентами пациентами близкими родными и так далее ну что ж хороших вам выходных хороших вам каникул хорошие вам практики и я с вами прощаюсь спасибо за внимание